привет мальчишки и девчонки а также их родители мы собрались на либекский водопад бабушка сира ночь идет она все собирается на эльбрус следующем году глядите вышли на полянку с такими видами мы сегодня ходим героическая жена героически идет по очень страшному мосту мы дошли до водопада я сейчас еле мост перешла одна ножка за раз давай молодец у кого еще и селфи с водопадом оля таки решилась попробовать воду из водопада мы дошли я преодолела свой страх у нас сегодня самого утра дождик по прогнозу погоды обещали что в 10 часов закончится позавтракали у нас там впереди стройка и рядом с отелем тоже стройка с 8 утра сегодня уже стучали серёжа меня зовет на балкон говорит смотри как облака опустились показываю вам вот так вот красота а мы вчера пока были на канатной дороге подгорели не думали не гадали что при плюс 120 градусов примерно за полчаса можно обгореть вот такие вот коварные горы точнее солнце в горах чем выше поднимаешься тем она сильнее жарит конечно же и мы про это то ли забыли то ли не подумали и вот такие вот теперь армянные ходим у меня до сих пор чувствуется еще руки обгорели он серёжка сидит тоже обгоревший но у него уже все прошло у меня такой же белая более чувствительная я думаю сегодня пойдем наш мини поход и помажемся кремом а в итоге сегодня дождь пасмурно каждую минуту обращаем внимание на горы каждую секунду меняются пейзажи облака плывут каждый раз они в разном месте такая красота уже куча фотографий наделала светит солнце кстати пробивается сквозь облака в надежде что все-таки скоро дождь закончится 6 километров до водопада привет мальчишки и девчонки а также их родители мы собрались на либекский водопад неожиданно в либекское ущелье вот воля запротестовала ехать на машине сказала пойдем пешкодралом очень хочу да она все собирается на эльбрус в следующем году ты не собираешься что в общем решили проверить себя и свои силы до дайте пешком идти идет часа полтора наверно может там два с нашей скоростью ну попробуем дайте посмотрим как как-то выйдет тут конечно постоянно идут заброски снизу нам тоже предлагали но мы как бы гуляем поэтому нам не надо в принципе если вдруг соберетесь особенно с маленькими детьми там возьмите лучше заброс куда пусть вас докинут до альплагеря до него на машине 35 минут вы медленной на машине конечно тут не разгонишься потому что потом все равно придется еще идти эти и так понимаю что-то около часа плюс-минус зависит от погоды у нас сегодня дождик так что возможно там будут реки возможно в них даже будет вода и нам придется переползать как-то все увидим все впереди еще пока вход стоит 200 рублей еще 200 рублей на машину если вы на машине то есть 200 рублей человека плюс 200 рублей с машинки до оформляете договор вот не попадайтесь на ошибку который сделал оля там дата пребывания указываете прям конец вашего пребывания на дамбай потому что это договор он как пропуск действует для пограничников если вы вдруг окажете где-то в пограничной зоне и вас накроют погранцы вы показываете им это договор и не спокойны гуляйте себе дальше для тех кто не очень хочет платить 200 рублей у меня сложилось впечатление что можно просто пройти как бы и вообще ничего не платить потому что там не то чтобы кто-то следит ну то есть если вы уже сделали договор да в принципе наверно можно проскочить мы вам этого не говорили конечно лучше платить и все-таки это деньги как сказать это экологии экологический сбор в том числе чтобы мусор вывозить всякое такое мы исключительно за это да и 200 рублей не те деньги вот еще тоже вариант приходите до 8 и проходите бесплатно так пока идем тут до кпп была дорога достаточно высокая такая прям тяжеленькая вот а сейчас идем в принципе по логе достаточно склон идти пока вроде ничего вот но будем еще включаться периодически рассказывать вам про всякую историю вот следите за нашим приключениям для еще подписывайтесь на телеграм и в к и так далее вот это вот все там лайки пожалуйста комментарии обязательно держите за нас колочки ну за нее за меня не надо я ход я хобок ладно пойдем бабушка сиранусь идет палечками даже ботинки правильные дела в этот раз купила наконец-таки я делала ботинки потому что вчера были на канатной дороге и мне вы как не хватало так скользили текеды поэтому берите оба специально для гор одевайтесь в горное хотела отдельное внимание уделить палкам не в этот раз очень хотелось попробовать не ходить и на самом деле я пока довольна и правда нагрузка распределяется и на ноги и на руки здесь палок в аренду не было вчера мы дошли до кпп а водопада тропы на водопад чертова мельница и там можно было взять палки в аренду не не знаю какую цену но мы еще туда пойдем я думаю завтра послезавтра и вам обязательно расскажем цены также есть здесь прокат инвентаря но мы туда не заходили мы даже не знаем что и как-то так что имейте ввиду что можно ходить с палками их можно купить заранее либо здесь взять в аренду притаился маленький горный ручеек но выдала его вот эта вот водопропускная труба удобно быть инженерно подкованным человеком пока у нас тут вынужденный перерыв пропускаем тех кого забрасывают глядите какой лес древний древний поля не такая древняя как тот лес даже грибы какие-то есть приложение говорит что это вешенка но как-то даже вешенки есть особенно дикие лучше не надо да и собирать мы ничего не будем от все-таки парк еще немножко леску вам так уже растительности поменьше становится хотя бы видно что-то внутри а с другой стороны идем там река шумит прямо отсюда я слышно может быть даже вам слышно птички поют и воля дождевичком шуршит глядите вышли на полянку он даже есть местечки где можно отдохнуть вытянуть мусор потом отдохнуть и насладиться вот такие вот видом смотрите просто на это вот вы сейчас на картинку смотрите мы вживую а разницы на самом деле никакой все равно кажется что это какая-то магия типа ну вот компьютерная графика настолько не привыкший к таким видом что вообще тяжело до сих пор поверить что это все по-настоящему хотя мы уже третий день на третий день ну Субтитры сделал DimaTorzok Дома Сейчас бы вон на горной речке На сапу и вперед И быстрее бы получилось На водопаде С водопада на сапах Едешь, едешь, потом ходить головой в камушек И все, вот спустился Дождь частично играет нам на руку Реки сегодня полноводные Сегодняшний день Снимает Сережа Но я хочу записать Пару слов о том, как он Фотографирует цветы И смотрит их название Вот тут настоящая Красота А, ты просто фотографируешь А потом посмотришь Здесь нереальная красота Разнотравья Разноцветия Мы идем, любуемся Иногда еще Из деревьев Выходят горы Точнее мы Выходим к ним А они стоят Как говорится И будут стоять С такими видами Мы сегодня ходим Рука об руку А вот с таким видом Я живу Мы не уверены на сто процентов Но очень похоже на это А еще на склоне Вот такой водопад Представляете, какая красота Но он прям совсем отвесный Может на обратном пути Если дождик закончится Кстати, можно туда дрон опустить Жена нашла Тропиночку А мы по этой тропиночке Спустимся Чуть-чуть Чтобы показать вам Что-то очень красивое Ваа 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 Глядите, какая красота Деревья, конечно, мешают Но в принципе Понять концепцию можно Мы все Натыкаемся И натыкаемся На горные реки А там далеко-далеко Уходит Вглубь Репьем все поросло Не видно Насколько она на самом деле Далека Ну-ка Пойдемте эксперимент Ну вот тут уже холоднее Водичка Ну раз начали Надо продолжать Ну что, мы планомерно подходим к кальпстоянке Раньше тут Был, видимо, базовый лагерь Альпинистов Но там как-то получше Выглядит Я скачала приложение ММСМИ По которому нужно определить Где мы Альпинистский лагерь Ну Алибек Хорошо Все правильно Значит Там домик поновее Какие виды Ага Вот за этим они сюда и ходили Видать Альпинисты? Альпийцы Это же альплагерь Значит альпийский Что ты, ну? Наткнулись на статую Видимо, олицетворяет Элитных альпинистов Ну Ну что, мы дошли уже до Лагеря альпинистов И в Москве пишут, что идти Полтора километра еще до водопада Мы очень довольны прогулкой И не пожалели, что Пошли пешком А не поехали на машине И без гудок Останавливаемся Фотографируемся Рассматриваем цветы Водопады Замечательная прогулка у нас Все, дошли до центра Альбека Тут и гостиничка есть И кафешечка есть Магазинчик есть То есть тут жизнь бьет ключом А вот тут вот, видимо, можно искупнуться Кто мне обещал в горном озере купаться? Я Ныряй Ну, в общем, вот такая вот у нас красота Во все поля Вот вымывать буду Не надо Ух, водичка холодненькая Свеженькая Ой, хорошо После подъема-то вообще замечательно В общем, если сильно устанете Тут есть гостиничка Кафешечка Судя по всему, маленькая-маленькая котельничка И отличный вид Гор не видно Почти То делается с бутылками В горах Давление меняется Ее все ускокоживает Но когда открываешь, она встает на место Ну что, мы уже движемся к Альбеку К водопаду непосредственно Альпийский лагерь прошли Шучу, альпинистский, конечно Вот Дорога стала поинтересней Уже тут на машинах не поездишь Видно, что местные То ли на тракторе То ли на чем-то таком мощном добираются Но Вот Мы уже идем совсем пешком Даже без шансов двигаться на машине Вот Приходится обходить Вот такие вот лужи Забираться по камням Держаться ногами Ну, в общем, ничего Идем, движемся Ты идешь? Иду Ну, хорошо Вышли В центровую Здравствуйте Здравствуйте Хочу поделиться радостью Дрон запущен И не утоплен Уже лучше, чем в прошлый раз Вот Но мы уже идем тут почти У самого водопада С дрона его было очень хорошо видно Метров, наверное, 400 до него примерно Вон идет наш главный походник Для тех, кто будет задаваться вопросом Что тут с дорогой Местами ничего Местами подъемы С камнями Обычно Вон снимаю Вот самое веселое началось Вот тут уже дорога Мое почтение Любовь и обожание Просто Палший помогает Конечно Маленький камушек Красивый Ну что Мы дошли Сейчас вместе с вами будем первыми Кто это увидит Поехали На выходе я вас обманул Это еще не водопад Такой вот мостик Героическая жена Героически идет По очень страшному мосту Если вы видите кадры Еще не поставили лайк И не написали комментарий Найду Маленький блогерикус Увидел красивую речку Она очень любит красивые речки Потому что за красивые речки Ставят много вкусных лайков Речка-то и правда красивая Едут на природу И Там уже гадят Раз вас обманул Там была река Но теперь уже точно не река Давайте посмотрим Вот теперь это водопад Настоящий Мы почти дошли Мы дошли до водопада В общем мы лохушки Мы взяли с собой чайник Мы взяли с собой горелку Мы взяли с собой газ Мы взяли с собой чай Чай, да Мы даже взяли с собой зажигалку Чтобы зажечь горелку Но Не будем показывать пальцами Покажем чайникам Кто-то забыл кружки Поэтому чай Попить у нас не очень получится К сожалению А очень хотелось С водой из водопада Вот А конча вот мы не забыли взять А кружки забыли Блин Ну что, чистая вода? Ага В общем, чтобы добраться До хороших видов Вот такая дорога Просто доска Ну-ка Двумя ногами Ага И аккуратненько По чуть-чуть По чуть-чуть Иди, иди, иди Вторую ногу Мы пересекли реку Вот эту По маленькой деревянной дощечке Оля героически С первого раза перескочила Потом за мной вернулась Потом меня поддержала Потом еще раз пришла Так что вот Она молодец Я сейчас еле Мост перешла Сначала не хотела идти Сережа меня уговаривал Я говорю Ну тогда Сообразила Чтоб меня поначалу Подержал за руку И на другой стороне Женщина помогла Тот же меня взяла за руку Спасибо Добрым дурам Добрым дурам Добрым дурам Подлез как можно ближе А такая тут красота Сейчас еще по плану Сделать одну фотографию Не знаю Поймет ли меня Оля Но надеюсь Что поймет И простит Думали Не подлезу поближе У кого еще есть селфи с водопадом Все Выдвигаемся назад Да-да-да В общем Впечатления Неописуемые И очень клевые Я вам Очень не рекомендую Переходить реку И смотреть на водопад С другой стороны Вообще не рекомендую Ни при каких обстоятельствах Фу такими быть Фу такими быть Я почител Обязательно переходите И смотрите Там очень круто В ту сторону Заснять не получилось Заснимем хотя бы в эту Одна ножка за раз Давай Молодец Еще Руку Руку когда шли было пасмурно облака закрывали все не так было красиво сейчас идем вот хочется иногда прям назад повернуть голову посмотреть смотрите какой ледник запасы воды а вот еще куча-куча маленьких водопадиков которые все собираются в Олибекский туда шли был один вид обратно уже другой сейчас спускаемся нам дорогу перебегает норка дикая маленькая норка реально никогда не видел норок ну вот в дикой так сказать природе прикольно какие тут места нетронутые оля таки решилась попробовать воду из водопада настоящую горную ледниковую но почти да алибекского водопада алибекский архиз да пей ты не бойся я же не умер пока что ночью неожиданно там на самом деле минералов ужас мы дошли вы дошли как вам понравилось ли с нами гулять напишите внизу до водопада вот нам очень понравилось вот пока мы шли у меня мысль родилась когда сегодня сидел читал отзывы на яндексе но можно ли тут проехать машины у меня была идея fix что нам надо на машине ехать вот и заметил что несколько комментариев таких есть что типа да прикольно но типа она того не стоит типа не 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 вот мне что-то кажется что те кто идут пешком тем очень нравится а вот тех кого забросили таксишкой возможно уже и не получается да на самом деле очень красивый водопад ну объективно самый красивый на каком мы были ну на троих четверых где-то так да вот в общем обязательно к посещению если будете в донбай и тут от самого донбая тяну два с половиной часа это вот если ходить фоткать до в носу поковыряться там местами еще чего-нибудь поесть мы зашли дошли ну где-то за два два с половиной да вот примерно так при условии что да мы шли все фоткали в носу ковырялись вот и так далее я преодолела свой страх высоты этого мостика два раза довольно собой хоть не помогли но все равно и это сделала хотя категорически не хотела стала в пузу как говорится сереже говорю иди сам и фотографируйся но либо вдвоем либо никто как я вчера тебе на канатке говорила либо вдвоем либо такой говорил на к это хотел лезть на высокую гору ну ладно вот надо было там но у нас обуви не было подходящее сегодня есть обувь и палки которыми я очень довольна которыми чуть меня один раз не убил но бывает так что берите палки так что мы голодные уставшие идем в город на машину кушать и отдыхать минут доедем на машине до отеля до отдыхать и ужинать уже вот увидимся завтра пока пока пока